Добрый день! Сегодня у нас болталка про отношения. Видео я записываю по запросу одной из моих подписчиц, правда, которую знаю лично. Тема у нас такая сегодня. Отношения с бывшими. Стоит ли их как-то строить и вообще что делать, когда заканчиваются какие-либо отношения? Конечно, никому не интересно будет, если я сейчас буду рассказывать свое какое-то типа авторитетное мнение. Я вам буду рассказывать именно примеры из своей жизни, потому что мало знать, как нужно, нужно еще поступать, как ты знаешь. А, скорее всего, в нашей жизни, как всегда, я не знаю, как в вашей, во всяком случае в моей, планы, факты далеко не всегда, скажем так, практически никогда не совпадают. То есть я наверняка знаю, как оно там должно быть правильно, но как я поступлю на самом деле, когда случится какая-то ситуация, ищу, как говорится, большой вопрос. Итак, отношения с бывшими – это не только отношения с бывшими, я имею в виду, с бывшими партнерами, там, типа мужьями или какими-то там любовные отношения. Бывшие отношения бывают и с подругами, и с коллегами, и с одноклассниками, в общем. Но все-таки мы больше будем концентрироваться именно на таком любовном фронте, потому что это, как правило, более интересная тема. Хочу сразу, конечно же, оговориться. Ситуации бывают очень разные. Люди расстаются очень по-разному. Одно дело, когда эта ситуация, когда ты рассталась с каким-то парнем, которым ты там повстречалась два месяца, и совсем другая ситуация, когда ты рассталась с мужем. Одна ситуация, когда ты рассталась с мужем без детей. Другая ситуация, когда с детьми. Отягощается ли это какими-то финансовыми вложениями, финансовыми проблемами, там, я не знаю, имуществом совместным. Ну, в общем, что мне вам рассказывать? Ситуация бывает очень разная. Также очень зависит от бэкграунда, то есть от того вообще, в какой среде это происходит, насколько интеллигентны люди. Уровень образования, в общем-то, ну, очень от разного зависит. Я не буду все это перечислять, потому что это можно перечислять вечно, это можно, я не знаю, и, наверное, в жизни не хватит. Как говорится, все семьи счастливы по-одинаково, а несчастны по-разному. Итак, начну я с таких, наверное, каких-то ярких, знаковых моментов, какие у меня были в жизни, когда отношения переходили в бывшие. Начну с самого начала. Это, наверное, первая любовь. Хотя тут трудно сказать, что это были какие-то либо отношения, либо вообще сказать, что как оно могло быть бывшим, если оно его не было. У меня была такая первая любовь. Она была такая классическая, такая розовая. Я влюбилась в мальчика, и, в общем-то, у нас с ним никаких отношений не было. То есть я была такая вот неразделенная любовь, издалека. Мы с девчонками смотрели. Ну, там были, значит, мальчики, в общем-то, братья. Вот такие на тот момент нам казались такие невозможно красивые. В общем, ну, просто мечта. То есть мы смотрели, вздыхали со стороны, смотрели, в общем, менялись мнениями, как он там был одет, как он прошел, как он посмотрел, какая у него родинка. Ну, и, в общем, вот это вот все перемалывалось множество раз, и была такая вот влюбленность. То есть, в общем-то, в этом возрасте есть потребность. Потребность именно в таких чувствах. И, как говорится, пришла пора, и девочка влюбилась. И вот, значит, вот эти вот вздыхания. Тогда, я вам напомню, не было интернета, не было соцсетей. Мы приходили, смотрели издалека. В общем, ну, в общем, все вот это вот такое вот это приятные такие легкие такие чувства были. Ну, на тот момент казалось все, конечно, более трагично, в общем. Но, хочу вам сказать, в общем-то, на тот момент, когда я была в процессе вот этой вот такой вот детской, юношеской влюбленности, в общем-то, я даже не, как сказать, мне нравился мой объект любви, но я не понимала, что если что-то дойдет до каких-то уже, вот, например, грубо говоря, мы познакомились бы, и, ну, как, не то, что познакомились, а как бы стали встречаться, что дальше. То есть я не хотела никакого в развитии событий что-то дальше. Все мои мечты, они останавливались на том, что мы вдвоем уходим рука об руку в закат. И все. В общем-то, никакого там сексуального подтекста не было, и как бы и желаний никаких таких сексуальных на тот момент у меня не было. Это была именно такая чистая юношеская влюбленность. Ничем она не закончилась, что и, в принципе, хорошо, потому что она не опошлилась ничем таким, знаете, и никакими такими трагическими событиями, просто, в общем-то, сошла на нет. Ну, как сошла на нет? Я долго была влюблена в этого мальчика, и в какой-то период уже эти отношения, вернее, вот эти чувства, они стали меня тяготить, потому что, в принципе, развития событий не было, и как бы и не нужны они были, но, тем не менее, как-то все-таки это должно было закончиться. Ну, так вот, как я говорила, ситуация затянулась, и, в общем-то, один раз мне один парень, в общем-то, парень моей девы, моей подружки на тот момент, сказал такую фразу, он был для меня совершенно не авторитетным, этот человек, но, как говорится, фраза легла на нужную почву. Он сказал, зачем ты тратишь свою жизнь на такие отношения, которые бесперспективные, которые ни к чему не приведут, и, в общем-то, я как бы сама, это был мой внутренний запрос, и, в общем-то, я, ну, был какой-то вот отправной толчок после этой фразы, и все начало сходить на нет, и постепенно как-то все стало замещаться другим, тут, в общем-то, все закончилось, так, постепенно, как бы, вот, не в один день, конечно, это все были какие-то вот, ну, все-таки это было, я помню, как-то вот мучительно это все было, все это проворачивалось, как и все отношения, так и конец этих отношений, они все проворачивались именно у меня в голове. Ну, что я хочу сказать, почему я так подробно остановилась именно вот на таком пункте, который, в принципе, отношений никаких и не было, то есть отношения все проходили только чисто в моей голове. Я хочу сказать, очень важно девочкам вовремя переболеть вот этой вот болезнью, первой любви. Очень важно. Хорошо, если она закончится типа как у меня, в общем, без всяких последствий. Это как ветрянка переболеть. Она дает какой-то внутренний такой вот, я не знаю, какой-то внутренний такой стержень, ну не стержень, а какую-то внутреннюю такую оболочку, ну, назовем так это сердцу, давайте, конечно, не сердцу, но вот внутреннюю, эмоциональную какую-то оболочку, которая дает вот такую вот правильную такую установку, когда эти отношения заканчиваются вот так вот, правильно, спокойно, то есть нужно вот это вот все попереживать, попереживать в свое время, не потом, когда-то, а то я знаю такой случай, мне рассказывали, что женщина, значит, у нее была первая любовь какая-то, и вот она уже было ей уже достаточно, ну, там, может, 30, может, 40 лет, и вот она ее встретила, и вот у нее вознаграждались эти отношения, она разрушила свою семью, в общем, короче, ни к чему этому хорошему не привело, бегала там, как маленькая девочка, то есть вот эти отношения, они должны переболеться, переродиться, и остаться там в прошлом. Теперь второй мой пункт, это, я, кстати говоря, недавно прочитала книгу Натальи Красновой, про бывшие, у нее там 14 глав, у меня не такая обширная библиотека в этом плане, вот, у меня нет столько много отношений, вот, к счастью, или не к счастью, не знаю, к всем, кто не читала, рекомендую, в общем, почитать, книга очень такая занятная, интересная, я скачала себе именно аудиоверсию, мне очень понравилось, она так, в такой приятной форме, там, про все это рассказывает, и так, я перейду к первому своему браку, у меня есть отдельное видео, он на канале, называется Абьюз, и если кому интересно, или кто-то его не смотрел, советую его посмотреть, здесь где-нибудь выскочит подсказка, и перейдите, или в инфобоксе я оставлю, перейдите по ссылке, посмотрите, первое мое, первое мое замужество было достаточно неудачное, ну, это для тех, я сейчас расскажу вкратце, кто не смотрел мое первое, вот это видео Абьюз, было достаточно неудачное, и, в общем-то, оно продлилось 3 года, и вышла я из этих отношений тоже постепенно, ну, как постепенно, то есть я приняла для себя решение, что я не смогу жить с этим мужем, с которым у нас были очень плохие отношения, и постепенно я от него, как бы, ушла, там, в несколько этапов, я от него ушла, без ссор, без скандалов, просто в один прекрасный момент положила кольцо обручальное, написала записку и ушла. Хочу сказать, что очень важно, когда вы рвете отношения, прекратить всяческий контакт. В то время, как я уже опять говорю, не было соцсетей, но были телефоны, я переехала на время к моей бабушке, она жила на другом конце города, сменила проходную, чтобы исключить всякую возможность встречи, потому что, когда вы еще, как говорится, не перерезали эту пуповину, то есть вероятность, что после того, как вас начнут возвращать, там, какие-то слова вам говорить, вы еще слишком завязаны в этих эмоциональных отношениях, есть вероятность вернуться. Я человек не спонтанный, то есть все решения, которые я принимаю, обычно это не происходит, знаете, вот так вот, то есть по какому-то мановению, вот у меня такое вот настроение, я знаю, есть множество таких людей, которые вот раз, у них настроение, они ушли, там, все, подаю на развод, мы с тобой разъезжаемся, это такие артистичные, театральные натуры, которые очень любят вообще, в принципе, драму в своей жизни, которые любят, знаете, такие сцены, ну, обычно это, конечно, молодые девочки бывают, но бывает не проходит и до старости. Я к таким людям не отношусь, я, то есть если я уже приняла решение с человеком прекратить, то это непросто, так это вот не в один день все вызрело, то есть мне уже не нужно времени для того, чтобы там обдумать, передумать, то есть если, как говорится, как в анекдоте, умерла, так умерла. И несмотря на то, что, как я уже говорю, отношения наши были очень плохие, мне, например, женщины на работе говорили, что подожди, вот сейчас ты остынешь, потом начнешь думать, начнешь вспоминать хорошие моменты, тебе начнет, говорится, ностальгия, нет, вы знаете, не было ничего такого, никакой ностальгии у меня не было, никакого даже мысли, чтобы мне нужно было вернуться, единственное, я боялась именно встречи, в том плане, что вот это вот, начнутся эти скандалы, какие-то упрашивания, вот этого я боялась, но ни одной секунды я не пожалела о своем решении, что я ушла, что я порвала эти отношения, я наоборот, только очень рада, что я это сделала, и единственное, жалко то, что я не сделала этого раньше, это нужно было сделать, как можно было бы раньше, и очень рада тому, что в этом браке у нас не было детей, потому что, если бы были дети, это совершенно другая ситуация, то есть, когда у вас отношения с бывшим человеком, но у вас есть общие дети, вам, вот хотите вы или не хотите, вам придется выстраивать какие-то отношения. Не всегда это приятно, не всегда это хорошо, но делать это придется, потому что дети, это, как говорится, это не вычеркнешь и не выкинешь. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что замужество мое было такое, которое, может быть, можно сказать, лучше бы его и не было, ну, я как бы отношусь философски к этому, что, в принципе, отделалась я легкой кровью, и дало мне это некий опыт. Так что, в общем-то, не могу сказать, что я хотела бы как-то вообще переписать свою жизнь, так как все, что случилось, так оно случилось, все, как бы, дороги идут к тому, что вы имеете сейчас. После того, как я развелась с мужем, я была в таком активном поиске, и я думала, что буду подходить достаточно здраво к новым своим отношениям. И, в общем-то, уже после этого как бы я встречалась и расставалась с какими-то, значит, в общем, людьми. У меня не было не только эмоциональной привязки, но у меня и не было, знаете, того, что я как бы переживала за чужие чувства. То есть, я не думала, что если я расставалась с человеком, я говорила, что, например, я все, я не хочу с тобой больше встречаться, то у меня и не было того, что, ой, а как он будет думать, а как он будет переживать. То есть, вынесла я из первого своего брака тот урок, что прежде всего не нужно за другого человека что-то решать и думать, а как же он, а вот он обидится, а ну как же. Обидится, это, как говорится, его проблема. Вам прежде всего, как бы это не эгоистично звучало, нужно думать сначала все-таки о себе, потому что в первых своих отношениях я иногда перетягивала это одеяло и как бы брала на себя роль того, что я должна, наверное, думать о его чувствах. В конечном итоге это никем не ценится и боком выходит тому благородному человеку, который затевает вот это вот все. То есть, каждый свою дорогу должен пройти сам. Итак, третье, о чем я хотела как бы упомянуть по этой теме, это, наверное, вот именно отношения семейные с бывшими. У меня нет, как я уже говорила, детей от предыдущего брака, но дети от предыдущего брака есть у моего сегодняшнего супруга. И вот как выстраивать отношения с бывшими уже, получается, с бывшими твоего партнера, это, наверное, тоже интересная такая ипостась, интересная такая тема. Когда я познакомилась с моим мужем, у него уже за плечами было два брака. Ну как, один брак был, можно сказать, не то, что за плечами, он был в процессе развода. Да, я, как и вы, вы сейчас скажете, полна была стереотипов, что, ой, бабник, вот у него там два брака, и мало того, я знала, что у него кроме брака был еще большой такой послужной список по поводу женщин. Да, можно подумать, что, ну вот бабник такой тебя бросит, и там будет прыгать там с одной на другую, и, ну, в общем, как говорится, смотря под каким углом смотреть, у некоторых, как говорится, вот есть такая, знаете, грязь, и в душе эту грязь, они через это грязное стекло они смотрят и на других людей. Ну, в принципе, у меня тоже были стереотипы, что, ну, как бы вот двое детей от предыдущих браков, две жены, а почему, нет, у меня не было того, что, а почему там вот у него не сложилось, потому что я прекрасно понимала, что не всегда мужчина виноват именно в разрыве отношений, и все бывает очень индивидуально, это как раз меня научил мой предыдущий брак, что очень по-разному может быть, и в последующем я тоже могу сказать, что я знаю некоторых мужчин, которые живут с одной единственной женой, и это не мешает им значит спать еще с множеством женщин, и быть при этом честными с супругами, у которого одна единственная жена, и я также знаю, что жены в принципе иногда смотрят сквозь пальцы на такие поползновения своего мужа, то есть я знаю даже одна женщина у нас, это еще было в Узбекистане, она говорила, что ну и пускай ходит, лишь бы домой приходил и зарплату домой приносил, так что правда жизнь не такова, что не обязательно, что те стереотипы, которые так вот в обществе имеют место быть, что они обязательно все стопроцентно сбываются на всех отношениях. Что я могу сказать, что когда я встречалась со своим сегодняшним мужем, возможно вы скажете, что у меня какая-то завышенная самооценка, но меня ну как сказать, я не чувствовала какой-то конкуренции в отношении со своим мужем, то ли может быть я конечно видела, что он в меня влюблен, и у меня не было ощущения, что у меня есть конкуренция, то есть я всегда себя чувствовала, что те все бывшие это какие-то пробники, а я настоящая. Ну в общем-то и до сих пор у меня такое ощущение складывается. Муж мой всегда поддерживал отношения со своими детьми, если опять-таки вы не видели видео, у меня есть видео на канале о том, как у моего мужа был юбилей, и дочки его приезжали на этот юбилей, потому что дети в общем-то не виноваты в играх взрослых, и взрослые строят свои отношения, дети иногда являются, конечно, заложниками, но тем не менее. Больше вам скажу, что с женой со второго брака Вовой я знакома лично, мы когда ездили на море, мы значит ездили получается со средней сестрой, брали ее на море, и по дороге когда ехали домой, заезжали к ним они, ну, то есть по дороге домой с морем и с ночевой заезжали к ним домой. В общем-то все было нормально, они достаточно такая интеллигентная семья, никаких таких в общем не было, ну, все было нормально, все было вполне как вот если бы, знаете, мы заехали просто каким-то родственником. Больше того, я вам скажу, она приезжала с девочкой к нам в гости, хотя она, конечно, изначально думала, что она будет жить у бабушки, но так получилось, что у бабушки она жить не смогла, они жили у нас в нашей квартире, и в общем-то все соседи, конечно, думали, знаете, потирали ручки, как что сейчас будет что-то типа программа Малахова, там это клочья полетят по закололочкам, но и посмотреть на такие высокие отношения, но в общем-то у нас все прошло вполне благополучно, то есть не было никакого такого, никаких скорбезностей, ничего такого, вот, чего, знаете, вот все ожидали, в общем-то, в принципе, у Вовы остались отношения, вот, я считаю, это правильно, то есть, когда люди расходятся, но сохраняют, ну, так как у них есть дети, они сохраняют отношения нормальные, нормальные, ну, я не могу сказать, что это какие-то дружеские, ну, родственные отношения, потому что у людей есть совместный ребенок, и вот я сейчас подхожу к тому, что я хочу сказать, как нужно вообще, в принципе, мое личное мнение, как нужно себя вести с бывшими, если, конечно, это дети, есть общие дети, то необходимо выстраивать какие-то нормальные цивилизованные отношения, как-то договариваться на берегу по воспитанию детей, если же это отношение с бывшими в том плане, чтобы с кем-то повстречались, потом расстались, мое мнение, что нужно прекращать эти отношения, и я никогда не понимала, как люди возвращаются к бывшим, знаете, вот сходятся, расходятся, я не понимаю вот этого, зачем нужно вот эти качели, то есть, если отношения когда-то прервались, то они прервались не просто так, то есть, были какие-то веские причины на то, чтобы отношения закончились, и если они закончились, их нужно оставлять в прошлом, нужно не смотреть в соцсети, не комментировать, не лайкать, не оставлять телефон, не оставлять себе никаких отходных шагов, потому что в мире столько много других женщин и мужчин, зачем нужно постоянно вот это назад оглядывание, я не очень понимаю, закончили, умерла так умерла, закончились я вам хочу сказать, такой пример привести, кроме того, что отношения, вот, например, было ли у вас так, на протяжении долгого времени вы не общались, например, с одноклассниками, или с какими-то бывшими коллегами, и вот, когда вы встречаете, я не знаю, может быть, только у меня так, когда вы их встречаете, да, сначала какая-то радость, вам интересно узнать, как, что, а потом разговор как-то сходит на нет, и повисает какая-то пауза, и уже чувствуется вот эта пропасть между вами, и отношения начинают тяготить, знаете, как говорят, в одну воду дважды не входят, где вы были счастливы, не возвращаетесь, даже вот возвращаться в те места, где вы когда-то жили, вот, ну, в частности, например, я в Азбекистан, или кто-то там на свою какую-то малую родину, вы приедете туда, там уже все не то, даже если там все то, но все равно вы помните не то, что там сейчас, вы помните свои какие-то воспоминания, там, энное количество лет назад, поэтому я не вижу смысла вот в этом, знаете, ностальгировании, обсасывании, вот этого всего, там, романтизации вот этого прошлого, не нужно, я считаю, что в прошлом всегда надо оставлять в прошлом и идти вперед, если по дороге с вами какие-то люди отвалились, то нет смысла воскрешать эти трупы, все, как говорится, как в кладбище домашних животных, если кто смотрел этот фильм, то, ну, вот случилось так, ушли люди, по разным причинам это может, не обязательно это какой-то вот скандал, не обязательно это какие-то измены, или что-то, ну, сложились так обстоятельства, даже, может быть, просто сложились так обстоятельства, которые вынудили вас расстаться, ну, и все, ушло, это в прошлом, оно уже не будет таким, как вам помнится, таким радостным, с этими розовыми облачками. Я также понимаю, что, когда, например, женщину, ну, предположим, бросает мужчина, у нее все равно там в душе вот какие-то вот надежды, она питает, и вот он ушел, ну, может быть, он вернется, он сейчас отдумает, не вернется, не отдумается, если ушел, значит, ушел по веской причине, потому что, если человек вас любит, например, он, для него ничто не преграда, и не нужно питать эти ложные, вот эти вот все надежды, что, ой, да его, наверное, там обговорили, заговорили, да ему некогда, да ему то, не приходит, бросил, значит, так и есть. мужчины на это смотрят гораздо проще, и я призываю женщин, вот как вот в этой книге Краснова, как говорится, не нужно вот эти вот, знаете, радужные сопли на кулак наматывать, и сидеть там под какую-то приятную музыку, на окошке смотреть на дождь и плакать, не нужно, нужно стараться, я понимаю, что это трудно, наверное, сделать, но нужно стараться себя загрузить чем-то другим, да, конечно, эмоциональные чувства не уйдут сразу, конечно, это будет еще долго, наверное, свербить у женщин, мужчин, наверное, все попроще, но, как Краснова советует, подумала про бывшего, присела 10 раз, позвонила бывшему, или написала бывшему, 10 километров по пересеченной местности, пусть то, что вы позвонили и подумали про бывшего, плохо, но зато у вас будет прекрасная фигура, поэтому, не нужно романтизировать вот это прошлое, всегда его нужно оставлять в прошлом, и не нужно, знаете, вот это вот думать, как вот мои женщины, которые мне говорят, вот ты сейчас будешь вспоминать хорошие, не нужно вспоминать эти хорошие моменты, не нужно сидеть, и вот, а как у нас было прекрасно, мы сидели на берегу моря, взявшись за руки, там летали чайки, ля-ля-ля-ля-то полял, а он, наверное, сейчас бродит по заснеженному городу, и думает обо мне, не нужно это думать, не нужно додумывать это, не нужно вот это вот фантазировать, нужно загрузить голову чем-то другим, и наоборот, вот все более трезво, вот, я вам советую все-таки прочитать вот эту книгу, Наталья Краснова, мне эта глава очень нравится, где она говорит именно про то, что вот не стоит романтизировать вот это вот свое прошлое, я поставлю, я поставлю, наверное, точку на этом, делитесь своим мнением в комментариях, надеюсь, я раскрыла эту тему, насколько могла, насколько вообще позволяет мне мой опыт жизненный, именно в этой области, делитесь своим мнением в комментариях, на этом, до скорых встреч, всем кармы!